Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем 25, плюс 30. В горах местами плюс 17, плюс 22. В Черкесске кратковременный дождь. Гроза, ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 27, 29 градусов тепла. Госдума приняла закон о возможности дистанционно оспорить штрафы ГИБДД. В правительстве уверены, новый законопроект сократит автовладельцам время и сохранит деньги. Согласно изменениям, внесенным в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированное камерами видеонаблюдения, может быть подана с помощью портала Госуслуг. Упрощенный порядок обжалования постановлений сократит материальные и временные издержки лиц, чьи права были нарушены. Напомню, в настоящее время у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами, придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию. Новый третий порядок обжалования штрафа вступит в силу с 1 сентября. Полтора года назад в нашей республике появился поисково-спасательный отряд добровольцев «Кавказ». О том, какую нужную и важную работу проводят эти ребята, не приходится говорить. На их счету сотни спасенных жизней. А не так давно руководитель поисково-спасательного отряда «Кавказ» Алий Байрамкулов в социальных сетях обратился к жителям республики. В чем суть этого обращения и как жители республики помогают отряду добровольцев? В эти минуты Алий Байрамкулов и его заместитель Светлана Сазарукова в нашей студии расскажут моей соведущей Белли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Светлана. Доброе утро, Алий. Здравствуйте. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Вот ту работу, которую вы проводите, Алий, в частности, я говорю о вас, наверное, трудно переоценить. Это такой труд, который до такой степени благороден и нужен. Совсем недавно вы обратились к жителям нашей республики с обращением в социальных сетях. Назрела такая необходимость? Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. На самом деле, ну да, это уже, как сказать, точка кипения. Мы, ну, как я в обращении говорил, мы очень благодарны жителям Карачаева-Черкесии за ту помощь, которую они нам оказывают. Благодаря ихней помощи мы развиваемся, поднимаемся и имеем ресурс, имеем возможность делать гораздо больше добрых дел. Но в то же время иногда под комментариями, под публикациями мы видим очень нелестные комментарии в адрес людей, которых мы ищем. Дело в том, что мы не ток-шоу Малахова, мы не какое-нибудь там информационное агентство, да, которое хочет на кайпе поднять себе рейтинг. Мы организация, которая работает во благо, мы организация, которая работает во спасение людей, которые пропали без вести. И крайне неуместно видеть, крайне неуместно писать вот такого плана комментарии про одежду, про образ жизни, про какие-то внешние данные, да, людей, которые пропадают. Такие комментарии приводят к тому, что человек, который потерялся, ситуации бывают разные. Человек может потеряться в лесу, человек может потеряться в городе, это может быть ребенок, который убежал из дома, это может быть подросток, у которого протест. И представьте себе такую картину, подросток из-за того, что у него в душе протест, видит под публикацией, направленной на его поиск, такие комментарии. Это очень, на мой взгляд, неправильно, и мы должны, как, даже я не говорю про мусульман, про христиан, про верующих, мы просто как люди должны перестать это делать. Если есть у вас возможность помогать нам в этой сфере, я вас очень сильно прошу, помогайте дальше. Если нет возможности, не мешайте нам работать. И родным, каково, вот читать какие-то комментарии по поводу внешности. Люди и так раздавлены горем, у них трагедия в семье, а тут еще пишут, да, я вас понимаю. Самое интересное, так получилось, вот по тислам я сейчас не сориентируюсь, в общем, получается, ночью искали девочку 10-летнюю, которая пропала, ни один местный житель не вышел бы нам помогать. 10-летнюю девочку искали с 8 вечера до 9 утра, а следом пропадает подросток, девушка 16-летняя. И вот эти все местные жители, которые не вышли нам помогать, сразу начали комментарии нелестные писать. У вас тогда времени не было нам помощи оказать, просто вынесли бы нам чашку кофе, там, не знаю, предложили бы покушать, согреться, знаю, ну, какую-нибудь помощь просто предложили бы. Я не говорю вам идти со мной в лес или там по стройкам шастать, ну, просто элементарный... Абсолютно согласна с вами. ...знак уважения, элементарный знак культуры проявить по отношению к нашей работе. Пусть это будет обращение к тем людям, которые пишут эти комментарии, пусть они понимают, насколько тяжело вам, насколько тяжело близким, родным людям, этих потерявшихся людей. Вам как-то помогают все-таки общественные организации, люди простые? Ну, если можно, Светлана у нас на этот вопрос ответит. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо огромное, что пригласили. Как говорил уже Али Магомедович, да, ситуация сложная, и не раз уже было об этом сказано. Насчет помощи различных организаций, которые нам помогают, по сравнению с остальными благотворительными фондами и организациями, которые у нас есть в республике, ну, и за пределами, да, мы только начинающие, новички в этом деле. У нас работа отличается от них по специфике, вы уже сами знаете, да, и волонтеры тоже различные и отличаются по специфике поиска, подачи информации, да, и по обращениям тоже бывают различные ситуации, как уже было сказано. Особую благодарность хотелось бы выразить всем общественным организациям, которые у нас есть в республике, за их поддержку. Это мы очень ценим, ценят наши волонтеры в первую очередь, когда, вот уже не раз было сказано, да, элементарно вынести там чашечку чая, сказать доброе слово спасибо и увидеть благодарность в ответ. Очень приятно, это, скажем, по-человечески, да, как говорится. И хотелось бы огромную благодарность сказать еще раз нашим государственным организациям, которые идут нам в помощь. Бывают моменты, где они не могут эту работу выполнить, они возлагают на нас, на наших руки и плечи, да, огромную возможность, что мы можем это сделать и помочь в различных видах деятельности. Поисковые ситуации бывают разные, обращение жителей тоже может быть разное. Ситуация у всех, конечно, индивидуальная, и подход тоже индивидуален. И в связи с этим наши государственные деятели, да, наша государственная политика очень ярко в этом помогает. Хотелось бы им выразить огромную благодарность. Кого-то конкретно имейте в виду? Это наши, да, ГОМЧС, которые нам непосредственно помогают, да, естественно. И вот при них мы уже создали нашу, скажем, юридическую организацию, которой мы можем помочь. Почему именно? Бывают разные ситуации. Например, бывает такой момент, что элементарная ситуация, вот из жизни приведу. Я очень люблю кошек, конечно. Кошечка, да, котенок забрался на дерево. Кто должен это спасти? Мы вызываем МЧСника, а в этот момент, например, где-то затопило. Им спасать кошечку, да, обидно за кошку. А тот страдает жизнь людей. Надо им выезжать быстро. Либо случился пожар, там дети неосторожно играли со спичками, родители не смогли просмотреть, либо родителей дома не было. Да, элементарная ситуация. Вот в этот момент мы должны выезжать первыми, спасти кошечку, а государственные деятели должны идти по специфике и помогать мирным жителям. Да, то есть речь идет, если можно, я перебью. Если речь идет в данном случае о том, что те случаи, которыми могут справиться НКО и добровольцы, будут заниматься добровольцы НКО. А те случаи, которые уже должны выполнять органы государственной власти, должны выполнять органы государственной власти. Это то же самое о кошке, спасение кошки. Это часто бывают такие ситуации, что из-за веса или из-за каких-либо причин скорая помощь не может пациента спустить с 9-го, да хотя бы даже с 5-го этажа. Да, конечно, конечно. И каждый раз им приходится вызывать сотрудников МЧС, ГОЧС. Они используют свой рабочий ресурс и на это они в принципе не имеют. Пратят время. Даже, получается, права такого не имеют. И мы в подспорье. И мы будем как в подспорье работать. Это вот по направлению ГОЧС и МЧС, взаимодействие с ГОЧС и МЧС. Это у нас вот мы открыли организацию НКО. Вот в этом направлении мы это НКО будем развивать. По направлению нашей поисковой службы, то в первую очередь нам, конечно, очень большое содействие оказывает МВД. Огромное им за это спасибо. Спасибо большое Александру Николаевичу Милиниченко. Спасибо огромное ОСМВД, Общественный совет МВД. Вот хочу остановиться на этой организации. Общественный совет МВД при КЧР возглавляет Мария Мухарбиевна. И так получается, помимо тех задач, которые они должны выполнять по уставу, они выполняют еще множество других. Они очень большую помощь оказывают нуждающимся, являются своего рода посредником передачи информации между МВД, органами государственной власти и населением. Очень большую помощь оказывают другим общественным организациям по сборам. Также огромное спасибо организации «Территория Милосердия». Огромное спасибо «Очаг Добра». Очень большую работу проводит ОНФ Карачаева Черкесии. Людмила Саковна, огромное спасибо вам тоже. Так, сейчас начну перечислять. Наверное, даже времени не хватит. Организаций очень много в Карачаево Черкесии. Каждая из этих организаций выполняет ансары, допустим, Малокарачаевский район, практически полностью обеспечивает нуждающихся в Малокарачаевском районе. И тут пандемия, она хотя, к сожалению, унесла очень много жизней, но послужила своего рода пружиной. И организации начали работать еще больше, еще лучше. Рабочая группа при оперативном штабе была создана. От этой рабочей группы мы создали организацию «Во благо». Поисково-спасательный отряд добровольцев Карачаева Черкесии является членом этой организации. Организация занимается сбором информации, помощью по сборам. И, Аллах и Ца, в дальнейшем у нас очень хорошие, большие планы. Вы еще не раз «Во благо» услышите. Ну, немножко статистики хотелось бы. Вот в нескольких словах. Сколько теряются, сколько находятся в процентном отношении? Смотрите, с момента создания нашей организации прошло чуть более полутора лет. За это время, значит, более 170 поисково-спасательных работ нами было проведено. Вот, это 172 поисково-спасательные работы нами были проведены, в том числе выездом. И в труднодоступные места выезд был и по детям, и по пожилым, и по взрослым. Теряются, ну, так, наверное, не скажешь, теряются все одинаково. И старики теряются, к сожалению, и дети, и взрослые, и причины тоже разные. А находятся как? Слава Богу, практически всех, ну, большой процент, подавляющий, 90, больше 95 процентов, это НЖ. У нас есть такое сокращение, аббиратура на 1Ж. Спасибо вам огромное, просто человеческое спасибо. Я желаю вам, ну, в первую очередь, здоровья, сил, добра, и спасибо, что вы делаете это дело. Спасибо вам, что позвали в гости. Если можно, я добавлю, вот один момент, я об этом хотел рассказать. Мы и через средства массовой информации об этом говорили, и вот на площадке ОНФ недавно проводили собрание. Часто бывают такие ситуации, что теряются дети. Родители, да и взрослые тоже, и родители, родственники по тем или иным причинам определенным стесняются об этом сразу сообщать. Или боятся. Не надо ни бояться, ни стесняться. Речь идет о жизни, здоровье ребенка. Речь идет даже не о минутах, а о секундах. Чем раньше вы сообщите о том, что пропал ребенок или взрослый человек, тем быстрее мы его найдем. Вот есть такое понятие, как золотой час и золотые сутки. Если в течение суток есть еще шансы, и шансов это очень много, то с истечением этих суток шансов становится все меньше и меньше. Раз, во-вторых, никакие штрафные санкции по отношению к родителям, ни по отношению к другим родственникам из-за того, что потерялся ребенок, предприниматься правоохранительными органами не будут. Если вы стесняетесь того, что скажет общество, подумайте о том, что скажет общество, если ребенок не найдется. Или найдется, но, не дай бог, не в полном здравии. Это страшное дело, и мы должны понимать, что только почувствовали нелатное, сразу сообщайте. Сообщить можно по телефону, значит, горячей линии 112, можете к нам обратиться, можете в полицию. Ну, лучше, конечно, если вы обратитесь в полицию, если по тем или иным причинам стесняетесь, боитесь этого сделать, то можете обратиться и к нам на номер, позвоните 928-825-4353. Как хорошо, что вы это разъяснили. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Наступило август, а вместе с ним и цветение самого нелюбимого для аллергиков сорняка – амброзии. С каждым годом количество больных становится больше. Мучаются от этой напасти даже маленькие дети. Как бороться с недугом, узнавала наша съемочная группа. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Ежегодно число аллергиков растет. Горожане поделились своими симптомами. Заложенность, глаза чешутся, горло чешутся. Отекаю ужасно. А когда проходит суета? Лиже к октябре. У моей подруги аллергия. Она каждый раз ходит в маске и лиже уезжает на каникулах куда-либо. А куда уезжает? Где спасается? В Донбай, в Архиз. Меня, слава богу, нет. Но мама мучает. Вот как начинается цветение у нее сразу. И одышка начинается. И дышать не может. Из дома выходить не может. За помощью в этом вопросе мы обратились к заслуженному врачу республики, профессионалу своего дела, к педиатру-инфекционисту, аллергологу-иммунологу и неонатологу Ирине Ибрагимовне Узденовой. Все мы живем в прекрасном месте. Самое красивое место на земле. Северный Кавказ, Юг России. Но вместе с тем, наверное, может быть, и в связи с изменениями климата, у нас растет сорная растительность. И особенно амброзия, которая является бичом для аллергиков. И сейчас активный сезон пыления, потому что стоит сухая, жаркая погода. Были дожди весенние. Очень буйно разрослась амброзия и другие сорные травы. И, конечно, сейчас активный сезон пыления сорных трав. И, в частности, амброзия, полынь зацветает. Доктор говорит, что немаловажный фактор имеет экологию и питание. А также рекомендует молодым мамам как можно дольше сохранять грудное вскармливание. Большинство болезней, которые возникают в процессе жизни каждого из нас, они все-таки имеют корни в детстве, первый год жизни. Конечно, течение беременности, родов и первый год жизни. Поэтому мы, врачи-педиатры, неонатологи, мы всегда активно пропагандируем свободное грудное вскармливание. Конечно, основной девиз вообще Всемирной организации здравоохранения, всех педиатров – это три года, тысячу дней здоровья. То есть беременность и первые два года жизни. Потому что это основа здоровья. Доктор говорит, обезопасить себя и своих близких можно заранее, распланировав свой отпуск. Поездка в наши живописные края, Тиберду, Дамба и Архыс, станет спасением для людей, страдающих от аллергии. Ведь именно там этот сорняк не растет. А горный прохладный воздух очистит организм от нагрузки лекарственных препаратов. Ну а тем, у кого нет возможности выезжать, врач советует следующее. Очень хорошо помогает ношение обыкновенных медицинских масок. Маски можно сшить самим, да, из хлопковой ткани или покупайте готовые одноразовые маски. Есть современные препараты, солевые растворы, которые вводятся в полость носа. И там 3-4 раза в день. Просто это элементарное смывание пыльцы со слизистой носа. Ну, самый обычный препарат, который не требует назначения врача. Ну, это не реклама, конечно же. Аквамарис эктаин. Он недорогой по цене. Он вводится от 2 до 4 раз в сутки. Или есть другие препараты, да, других производителей, которые вводятся в каждую ноздрю, по одному-два впрыскивания. И там создаётся плёночка такая, как бы защитная. И в итоге меньшее количество аллергенов попадает в кровь к нам. Врач также призывает ни в коем случае не заниматься самодиагностикой и самолечением, а обращаться за помощью к специалистам, так как первые признаки аллергии схожи с симптомами ковид. Сейчас, во время пандемии, коронавирусной инфекции, много бессимптомных больных. И часто люди думают, что это может быть у меня аллергия или что-то, да, но вместе с тем это может быть какое-то заболевание. Ну, конечно, это контакты, наличие контактов, да, это и симптомы, когда потеря обоняния вкуса. Ну, при аллергии это тоже может быть. Вот почему иногда думают, что это аллергия. Но вместе с тем выраженная слабость, чувство озноба, чувство жара, какой-то дискомфорт. И нужно обратиться к врачу. Также необходимо ограничивать пребывание на улице утром и вечером в часы цветения сорняков, выполнять ежедневную влажную уборку, промывать москитные сетки на окнах. Ирина Ибрагимовна призывает также самим на своих придворовых участках вести борьбу с сорняком задолго до начала его цветения, быть на страже своего здоровья. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На территории государственного Тибердинского биосферного заповедника установили фотоловушки для животных. Какие животные попались в объектив камеры, регулярно проверяют сами научные сотрудники. Происходит это раз в несколько месяцев. Затем следует обработка данных, которая также занимает продолжительное время. Обычно фотоловушки устанавливают в местах, связанных с биологическим сигнальным полем. Именно они представляют огромный интерес для науки, так как шансы, что дикое животное появится в кадре фотоловушки, здесь резко возрастают. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Квестей». Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok